Всем привет дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Уже не один месяц меня засыпали вопросами по поводу недавно появившегося станка Паркер вариант, Вадим, а что да как, а вот расскажи дарам-дарам. Ребят, до сих пор я ничего не мог ответить, потому что у меня не было этого станка. И к сожалению, ни у кого из тех компаний, магазинов и прочих прочих не было тоже. Был на Бритва 11, но что-то как-то Серега не стал мне на эту тему ничего говорить. Ну не стал, не стал, ничего страшного. Зато Яковлев Роман написал и говорит, Вадим, а вот у меня есть. Хочешь пацанам показать? Я говорю, ну ты что, тут столько месяцев уже засыпают? Ну давай, конечно. Ну вот благодаря Роману сегодня у нас этот станок на обзоре. Что там да как, вы пока рассматриваете. А я здесь начинаю, так что догоняйтесь. Сегодня узнаем наконец. Ну, большинство людей и так уже знают, что это за станок, но мы на канале еще не пробовали. Вот сегодня на канале узнаем, что это такое. Опосредованно через мою эту самую имховую составляющую. Догоняйтесь. Ну вот, хлопцы, благодаря нашему подписчику Яковлеву Роману, который прислал нам Паркер Вариант, Adjustable Suffit Rather и мыло Пьер Ле Пьер Люсьен, у нас теперь есть что-то такое вот интересное. Нет, не то чтобы раньше не было, а раньше тоже было, а сейчас-то вообще вдвойне интереснее. Потому что Роману огромное спасибо. Я думаю, мы это мыло точно так же сегодня пустим на обзор. Давайте вначале разберемся со станком. Этот станок наделал много шума. По многим причинам. Потому что, во-первых, регулируемые станки нравятся всем, а падение качества на Меркури Прогрессе в последнее время стало уже притчево языц, а многие стали это говорить. И жаль, если это так на самом деле, потому что я с этим еще не сталкивался совершенно. И тут индусы задумали выпустить свою реплику. К сожалению, я нигде не нашел никакой информации, из какого материала это сделано, ребята. Тут я вам помочь не смогу. И упаковки, коробки у меня тоже нет, потому что Рома прислал все вот как оно было, так вот. Я вам сейчас и показываю. Выпускается в двух вариантах. Сатин хром. Вот видите, такой как бы матовый. Вообще он всегда шел за бугром-то подороже. И плюс еще вот с темненькой такой ручкой. У нас с темненькой ручкой. Что он из себя представляет? Давайте сейчас параметрические данные вначале прогоним. Вес тонка 112 грамм. Ну, уже можно в любимчике записывать, потому что для меня вес некомфортный в сторону тяжести, как я сам для себя уже определил, 150 грамм. Если за 150 зашкаливает, значит уже не мое. Длина ручки 90 миллиметров. Диаметр ручки 12 миллиметров. Самой колобахи регулировочной 14 миллиметров. Длина головы 41,3. При ширине 25,5. Ну, неприемлемые такие габариты. Ребят, я специально сделал крупный план побольше, потому что, ну, когда нам еще такой зверек попадется, поэтому хочу, чтобы и вы, и я рассмотрели его поподробнее. Ручка. Носечка очень понравилась. Она какая-то интересная. Визуально глазами я ее определяю, что да, она есть. Руками она... Она острых концов не имеет. То есть, она не будет резать вам пальцы. Как это будет в работе? Даст ли это руке хорошо сидеть или будет проскальзывать все же? Пока сказать не могу. Попробуем. Но пока, вот знаете, первично до брите, впечатление очень приятное. Также есть насечка и на самой регулировочной головке, но здесь она более грубая. И то, что мне на этой головке точно не понравилось, вот здесь вот по краям, такой, знаете, легкий-легкий. Не то, чтобы заусенец, а видно, что вот эта насечка выходит на край, и она слегка так острая. И это не заусенец, но где-то рядом. То есть, вот я чувствую вот эту остроту. Было бы лучше, конечно, без нее. Здесь у нас вот такая ровность тоже. Сама регулировочная голова. Так, вот мы закрыли. По идее, она должна идти вот так вот от плюса. И пошли дальше. Единица. Фиксации никакой нет. Ход ровный. Можно останавливать в любом положении, которое вам нравится. Определяйте само положение по насечке на головке. И плюс вот по этому полуотверстию. По идее, оно должно идти до пяти. Все. Дальше уже не идет. Но, естественно, вы можете, конечно же, крутить. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что вот в районе трешечки, пумс, у вас контакт будет разорван. Все. Вот. Ну, уже легко идет. Вот. Просто уже голова снимается. Вот она. То есть, получается, вы сильно-то тоже не перекрутите. После пятерки, когда вы ушли, на единицу еще можно поставить. На полторашку, да. На два, вероятно, тоже можно. Я не представляю, что там в голове будет. Там в лезвии, наверное, вот так вибрировать будет. А в районе трешки все. Вы теряете фиксацию, теряете контакт. И здесь она, видите, просто начинает уже крутиться. Поэтому регулировать больше, чем на семь с половиной, я бы вам просто не рекомендовал. Переходим к голове. Это вид с внутренней стороны. Образец скромности индусов. Нигде никаких названий, никаких марок. Просто Индия. И все. Вид сбоку. Фиксация, как на прогрессе лонг. Позиционирование пластины здесь. И здесь два знака. Разбираем. Раскручиваем. Снимаем верхнюю плиту. Внутри цифра 2. Очень приятные фиксаторные выступы. Чем-то напоминают жилет, жилетотеховские пули, которые делали в 15-20-25 годах прошлого столетия. Такие же приятно зализаны. Ну и нижняя плита, вид изнутри. Очень мощные. Прямо феерически мощные протоки для отвода пены. Сам еще не определился, на каком лезвии сегодня бриться, но давайте, наверное... Так, пускай будет. Ромина Персона. Давно мы с Роминым ничем не брились. Вот сейчас вот его и поставим. Персона. Лабблу. Уж она-то не подведет в любом случае. Вот так вот она упакована. Вот первая ошибка. Видите, поставил не глядя. И получается риска на верхней плите здесь, а здесь ничего. А здесь риска вот она. Что мы делаем? Раскручиваем. И переворачиваем. Технически, в принципе, ничего не должно было случиться. Единственное, у вас нарушилась бы регулировка. Допустим, вам всегда нравится там на пятерочке или на троечке бриться. В этом случае это бы не пролезло. Вот, ребят, смотрите. Я докрутил до конца. И здесь получилось, остановилось на пятерке. Теперь у нас, если крутим в эту сторону, пошла регулировка. Я буду сейчас крутить, а вы смотрите внимательно, что происходит. Сейчас верхняя плита будет отходить. И сам радиус лезвия меняться не будет. А будет меняться расстояние между РК и нижней гардой станка. Так вот, регулировка агрессивности на этом станке именно за счет этой позиции и происходит. Вот, смотрите. Так, вот сейчас я на двойке уже. Сейчас уже на три с половиной. А сейчас все, вот максимальное пять, что есть. Если вы визуально не уловили, смотрите, я сейчас буду закручивать обратно в нулевую сторону. И вы должны увидеть, как плита идет. Видите, как она опустилась. То есть, вот это у нас на нулевой отметке. Вот такое расстояние между РК и нижней гардой плиты. А теперь мы выкручиваем на пятерку. И что у нас получается? Вот так этот станок и регулирует агрессивность. Что же до того, что индусы слезали у прогресса лонга? Ну, ребят, сходство очевидно. Насколько это будут все-таки разные станки, мы с вами увидим. Ну, а сейчас пока в качестве покрытия, да, разное. Нижняя гарда, рисунок на ней, да, разный. У прогресса прическа в одну сторону, у паркера в другую. По форме примерно одинаковые. Конечно же, разные ручки. Так, дайте-ка я побольше. Немного разной длины ручки. Регулировка сама по себе сделана несколько. В другом, нет, принцип тот же самый. Просто здесь пластиковая бабушка, а здесь она металлическая и с насечкой. Вот, пожалуй, что и все. Все остальное одинаковое. Ну, и еще одно, пожалуй, отличие. Это то, что на нижней плите у паркера есть отверстия, у прогресса нет. Ну, и граффити у прогресса на нижней плите побольше, чем у паркера. Вот такие внешние сходства и различия. Ну, с мылом, парни, мы с вами сегодня уже определились. Это будет Лапьер Люсьен, который точно так же Рома нам прислал. Многие из вас при распаковке отзывались о нем как кошерном, обалденном. Я таким мылом ни разу не пользовался, но вот сегодня в первый раз и попробуем. Ну, судя по тому, как оно упаковано выглядит и самому названию, знаете, располагает. Как же это будет на самом деле и что нам покажет этот traditional, да? Да, traditional. Вот сегодня мы с вами узнаем. Запах. Запах он приятный, но я его еще не расшифровал. Я еще пока думаю, что это такое. Он какой-то такой, знаете, завуалированный, приятно выраженный, интересный. Не фруктовый, не лесной. Есть какие-то нотки ментола, ну, не мяты, нет. Что-то в нем такое вот есть. Вот буду разгадывать. У нас еще осталось маленько помазков от DS Cosmetic, а потом еще помазки будут от Яки. Короче, ребята, у нас помазков как будто у дурака Махорки. Так что вот давайте DS сейчас и буду показывать. Сегодня практически то же самое, что было и в прошлый раз. Только тоже синтетика. Только там была белая ручка, а здесь вот она черненькая. По размерам. Диаметр узла 20 миллиметров. Совершенно верно. При высоте 58. И высота ручки 54 миллиметра. Сам для себя я его классифицирую как средний помазок по всем параметрам. То есть он по всем своим категориям упирается на эти что-то среднее. Помазки. Некоторые считают, что начальный узел, ну, не начальный, а, скажем так, золотая середина у узлов помазка это 22 миллиметра. Некоторые говорят, что 20. Ну, я сам для себя тоже считаю, что 22 все-таки, наверное, золотая середина. Потому что в меньшую сторону я встречал и 16, вернее, слышал и о 16, и о 14 геометрах помазка. А в большую сторону там и 32, и 36. То есть, как бы 22 все-таки за середину считать более достойно. Ну, а здесь 20. Ну, вот будем считать, что он все-таки средний. По упругости, в принципе, нормально. Будет ли тыкать своим хребтом, пока еще не понятно. Верхушка очень-очень такая мягонькая, достойная. По набивке ну, он не большой, не маленький. То есть, вот я бы не сказал, что он шибко набитый. Ну, и соплей тоже не назовешь. Поэтому вот средний, наверное. Посмотрим, какие он результаты покажет. Может, тоже средний, а может, что-то выше среднего. Поглядим. Ну, и гордая надпись, конечно, Шавием Брач, пожелание нового года от китайцев. Не знаю, это я так думаю, что от нового года. Забыл упомянуть, ребята, сегодня же у нас пришейф будет. Пришейф Витас, который у нас есть благодаря Алексею Роговому. Ну, помните, вот у него своя страница в контактах. Вот такая вот Витас крема при Допобарбе и будет. На самом деле, это хитрый такой пришейф, потому что он может использоваться и как автошейф. Вот у этого уж точно-точно ментоловый запах, никуда он не спрячется. Как он работает, узнаем совсем скоро. Плюс от Алексея Рогового у нас сегодня будет еще и автошейф. На этот раз производство цело. Автошейф не лосьон, а бальзам. Что он из себя представляет, узнаем совсем скоро. Упаковка такая. Видно, что или для отелей, или пробниковская. Ну, достаточно удобная. Так вот, дорогу, если брать, тырс в сумку бросил, когда надо, вытащил, что надо, сделал, и выкинул, и голову не морочить. Насчет выкинул, не знаю, потому что здесь объем достаточно приличный, как бы на 3-4 раза не хватило. Но это вам не скульппердяй говорить, не обращайте внимания. Посмотрим. Мыло Лепьер Льюсен тоже прислал Роман. Мягкое. Просто мягкое мыло. Не крем мыло, а мягкое мыло. То есть, как крем его так не мазанешь, оно все-таки свою структуру-то держит. Просто мягкое мыло. Берем помазочек от DS Cosmetic. Замачиваем. Я им пару раз уже пену сбивал, поэтому я считаю, что он уже полностью подсоторен к работе. Выгоняем в воду все. Нам она сейчас пока ни к чему. Опа! Брызгаться! Брызгаться! Так, чтобы он не брызгался, я его маленечко прижимаю. Ой, сразу прет, сразу прет. Странно, я не знаю, показалось мне или нет, но при наборе пены запах вроде бы поменялся. Смотрите, совсем ничего провел, а уже как бы... Вот что! Ребят, судя по этой структуре, я вообще даже не уверен, нужна ли нам чаша. я думаю, что без чаши бы здесь вполне себе справились. Специально расплющил помазок, чтобы в серединке он тоже пропитался, забрал в себя концентратор. плющится довольно легко. И да, в интернет не заходил, за это мыло не считал, поэтому, не знаю, любит он, а не любит чаши. Но... Да, господи, ну давайте в чашу вобьем, что интересно же. По крайней мере, будем знать. Чашу просто намочил, вылил всю воду. Ручка у помазка удобная, кисть не напрягается, когда держишь. Пена до сливок дошла достаточно быстро, смотрите, у нас уже какие-то отчат. Чуть-чуть давайте водички добавим. Ну, капель, наверное, может быть там 15. Смотрите, пена как поднялась, прям близится к ручке. Не знаю, то ли из-за того, что в чаше работали, то ли это свойство помазка, посмотрим. Ну, вот, вот уже я вижу готовый продукт и не вижу смысла дальше сбивать ее. Поэтому убираем и в путь. Парни, то, чего вы не видели, перед тем, как уйти на сбивание пены, я взял VITAS пришейф, автошейф, и нанес его на лицо, предварительно смочив его, передать. Сейчас же, когда он маленечко уже покушал, можно спокойно поднимать салфетку, ну и делать сам компресс, но пока я это делал, он чуть-чуть слегка, совсем децел, все-таки бил по глазам. Не критично, я это мог терпеть, но учитывайте, что для многих это будет практически ничего. Я очень чувствительный к ментолу. Средний, то, что все переваривают, для меня уже бомба, а сильный я вообще не могу терпеть. А тут, раз я терплю, значит, это ниже среднего, как-то вот так примерно. Ребят, все-таки выбирая полотенце в качестве салфетки, повторяйтесь, брать то, которое не линяет, потому что замаетесь. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас получится с помазком, мылом. Помазок по упругости средний, стержень, да, есть, но легко выводится в нужную кондицию. Броскоряку тоже работает. Ручка очень удобная, удобная, пальцы прямо не напрягаются. Ну а само мыло, ну, несмотря на то, что мы над ним в чаши поиздевались, посмотрите, вроде бы неплохо. мне нравится вот выводить его в полураскоряку, вот так вот мне больше заходит. Сейчас пока все, что мне в нем не нравится, это то, что пена уходит на ручку. Я не пойму, в чем дело, или это свойство помазка, или это после чаши, так вот, пока не разобрался. Можно было бы, чтобы это понять, в следующий раз, в принципе, его без чаши сбить и так на лице поработать, если он снова будет пину на ручку гнать. Ну, тогда это его особенность, а не чаши тут ни при чем. Так, я бы, наверное, еще водички добавил. Ну, пока-то мне все нравится. Я не знаю, насколько соответствуют настройки прогресса и паркера, но поставил, несмотря на то, что здесь персона лап, поставил на четверку. Вот сейчас вот хочу посмотреть. Ну, и щетина, в принципе, достойна такой позиции. А как будет дальше, посмотрим. Ну, что, с Богом, не зарежешь меня. хм. 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 ребят за счет того что башка здоровая массивная металлическая железяка одним словом перед бритьем не забывайте в горячую воду окунуть чтобы она согрелась я сейчас холодно тыркнул и сразу как знаете как шибанула четвертую позицию примерно понял дайте хотя бы на пятерочке разок пройти что у нас тут вот так пятерочку так и сравнение интересно девки пляшет так ладно если на троечку ну вот так на троечку поставим сейчас ну ну Ребят, стоит Personal Lab Четвертая позиция показала себя хорошо В принципе, меня все устраивало Поставив на пятую, я понял, что агрессивность увеличил Но удовольствие я не стал получать от этого То есть я понимал, что бреет Неплохо, в принципе, бреет Но, тем не менее, знаете, какого-то чувства комфорта-то не было Лишь после того, как поставил на тройку Я услышал тот самый шелест, который лично для меня говорит Десяточку, оно И вот на троечке он зашелестел именно с персоной Как с другими лезвиями, я фиг его не могу сказать Но с персоной на троечке он сейчас хорошо пошел Прям хорошо В чашу ничего не брали Прям хорошо Прям хорошо Ну, в принципе, и до второго раза так Нормально Прям хорошо Прям хорошо Прямо 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 Продолжение следует... 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 А если уже... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Паш... Продолжение следует... 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 игрок на рынке примерно за такую же цену примерно такого же качества но наверно все-таки поухватисти поухватисти и чисто внешне поинтересней почему ну хром вот этот весь снаружи ну ну куда ни плюнь везде хром практически везде редко редко какая фирма уходит от того чтобы выпускать не хрома что-то другое урок вы знаете яркий вы знаете некоторые американские компании тоже делают там что-то сатинированное что-то крашеное что-то такое одноцветное но хром 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 а здесь не хром здесь сатиновое покрытие вот это еще какой-то свой играет по большому счету я думаю что это два равноценных игрока за одинаковой цене плюс-минус он на ebay зайдите посмотрите они примерно одинаковые и чтобы я сейчас с этой колокольни взял допустим прогресс или вариант давайте подождем до следующего видео где мы сделаем сравнение сгоним их в одну кучу с одной стороны один с другой стороны другой на одинаковых лезвиях на одинаковых настройках и попытаемся выяснить ху из ху ну и откуда вообще уши у кролика растут а кто под землей морковку красит вот тогда наверно будет проще на этот вопрос ответить сейчас бы я наверное предпочтение не стал бы отдавать потому что прогрессом я давно уже не брился впечатления подзабылись а этим поблился только же только что я боюсь что сейчас я могу это перехвалить а тогда будет все свежее и тогда уже картинка будет более объективная более адекватно ну вот на этой веселой радужной ноги разрешите с вами попрощаться не забудьте подарок для любимой сделать если вы еще не успели но вам всем добра счастья радости берегите себя берегите своих близких даем вам здоровья ну и пускай всегда всегда все будет хорошо пока пока с вами был я вадим до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok